Уважаемые зрители, здравствуйте! Мы вас приветствуем на очередном заседании КАФ-бюро, сегодняшним гостем которого станет Александр Разуваев, кандидат экономических наук «Русский евразийц». Александр Юрьевич, спасибо, что приняли наше приглашение. Надеюсь, у нас будет с вами платформная дискуссия. Добрый день! Если вы не против, я сразу перейду к нашим вопросам. И первым из них будет, конечно же, постконфликтное урегулирование между Азербайджаном и Арменией. Самым главным вопросом этого урегулирования является демаркация, делиментация границ. Как мы знаем, армянская сторона предлагает пригласить, скажем так, российские войска для того, чтобы Россия охраняла границу, разделяющую Азербайджан и Армению. Вот на ваш взгляд, во сколько это обойдется Россия и нужны ли вообще России такие затраты? На самом деле цифру мы никогда не узнаем. Когда была военная операция в Сирии, активная ее часть, было очень много цифр в прессе. Цифры эти сильно различались. А потом российская Миноборона сказала, что мы уложили тот военный бюджет, который был по итогам года изначально. Соответственно, эта цифра будет точно засекречена. Я не думаю, что она будет очень большой. Плюс и Россия, и Азербайджан это нефтяные державы и газовые державы. Цены на нефть комфортные, цены на газ более чем комфортные. Российский бюджет в профиците. Международные резервы около 600 миллиардов долларов. Поэтому расходы небольшие для России. Зачем это нужно России? Все достаточно просто. Есть понятие, конечно, геополитики, то есть присутствие флага. Плюс Россия заинтересована разморозить за Кавказе с точки зрения торговли. Азербайджан это потенциально хаб для товаров торговли России с Ираном, с Индией. Плюс есть потенциально очень интересный торговый треугольник. Это Россия, Турция, Азербайджан. В идеале Россия хотела бы иметь в качестве резерва турецкие порты для экспорта. Это очень интересный момент тоже. Понятно, что Армения пока против, что достаточно трудно объяснить с точки зрения экономики, потому что пандемия по ним ударила очень сильно. Их экономика зависит от туризма, их экономика зависит от платежей трудовых мигрантов. Ну, видимо, их пока такая ситуация устраивает. Но я читаю вашу прессу, интернет, различные паблики. Они что, сами как бы не могут свою границу охранять? То есть они расписываются в своей слабости, что ли? Это, конечно, вопрос к ним. Значит, смотрите, вот вы отметили уже относительно того, что Армения противится. Мой следующий вопрос будет об экономическом коридоре, в Зангизурском, так называемом. Значит, мы знаем, что он выгоден как Азербайджану, как России, Ирану, Турции, как отмечают. То есть практически всем странам, за исключением Грузии, потому что Грузия немножко другого маршрута. И самой Армении это тоже выгодит. Но мы сейчас очень часто слышим именно политические лозунги, которые говорят о том, что Армения противится тому, чтобы Зангизурский коридор заработал. Вот вы уже, скажем так, слегка затронули этот вопрос. Почему все-таки Армения против этого? То есть, окей, мы поняли, что у них сейчас проблемы с экономикой. Во-первых, из-за пандемии, во-вторых, война все-таки для обеих сторон, то есть и для Азербайджана, и для Армении, это была экономическая потеря тоже, потому что необходимо какие-то экономические вливания делать в войну. Как говорится, война затратная вещь. Получается еще история с трудовыми мигрантами. И, по сути, экономика Армении... А да, еще момент такой, что получается определенные части земель, которые раньше были под контроль на Еревану, то есть Карабах, сейчас они лишились доступа к ним. Сельское хозяйство, скажем так, будет занижаться, темп его роста, темп урожая, потому что части территории нет. Вот с учетом этого, почему Армения все-таки противится, на ваш взгляд? Это политическая какая-то подобная и экономическая? Вообще-то они подписали, что должна быть полная разблокировка, логистики, транспорта и так далее. То есть они не выполняют то, что они подписали. Я думаю, что они не могут внутренне смириться с поражением раз, и плюс мы видим, что достаточно серьезные реваншистские настроения. Если год назад они надеялись на Россию, хотя Карабах это часть Азербайджана, и Россия все это признавали. Более того, даже когда Армения вступала в Евразийский союз, по настоянию господина Назарбаева, там специально отметили, без Карабаха отдельно. Ну, теперь они, видимо, надеются на Францию, на свою диаспору в Штатах, на, может быть, какие-то свои там ЧВК, хотя понятно, что ЧВК против регулярных войск, но это не серьезно. То есть они все-таки надеются как-то переиграть ситуацию. И ради этого они деньги теряют. Сказать, что у богатых свои причуды мы не можем, бедные они. Но вот такие у них настроения, и, к сожалению, от этого страдают и другие страны-соседи. Но прежде всего, конечно, они сами страдают. Потому что если мы посмотрим на макроэкономику России, Азербайджана, Турции, в текущем году там идет восстановление, и лучше, чем изначально ждали МВФ, Мировой банк и так далее. Ну, мы, в общем, переживем. Это больше их минус, чем наш. Хотя я думаю, что в итоге их продают. Вот еще такой вопрос. Вы сказали относительно Франции, диаспорка, которая живет на Западе. Мы знаем, что недавно после визита европейского чиновника в Ереван Армении была обещана и уже, по-моему, выделена определенная сумма финансовой поддержки для восстановления экономики. Вот на ваш взгляд, это поможет выйти с кризисной ситуации? Или все-таки это сложно? Вообще, ни одна страна, которая получала помощь от Запада, потом не стала хорошо жить. В Армении пока мы не видим никаких конкурентных преимуществ в глобальной экономике, кроме туризма. И то туристы в основном были из России, из Белоруссии. Как вот пишут в интернете, мне знакомые говорили, сейчас после войны отношение намного хуже к туристам. То есть, в общем, Армения не очень комфортная страна, чтобы туда ехать, отдыхать. Понятно, что максимум, что может быть, это дефолт Армении, девальвация их валюты. Но, конечно, с помощью помощи финансовые вопросы фундаментально не решить. То есть, есть страны, которые живут на своих. Россия, Казахстан, Азербайджан, ну и так далее. А есть страны, которые живут за счет кредитов, за счет трудовых мигрантов и так далее. А приори они очень слабые, они зависят от своих кредиторов. И любые какие-то резкие колебания на мировых рынках приводят к кризису. Ну, каждому свое, так сказать. Александр Ильич, у меня еще будет такой вопрос к вам как профессиональному экономисту. Вот очень часто говорят, что в Закавказе вот три страны, они находятся на перекрестке цивилизации, на перекрестке важных дорог торговых и коммуникаций. Там между севером и югом, запад-восток и так далее. Вот что вы можете сказать об экономической привлекательности стран Закавказа, экономической единицы, да? И второй момент. Возможно ли, что в будущем нас будут ожидать военные столкновения, там, не знаю, столкновения интересов крупных держав в этом регионе из-за как раз-таки доступа к транспортным коридорам и возможности контролировать? Ну, на самом деле, если брать за Кавказе, я не думаю, что будут какие-то серьезные проблемы. По крайней мере, все ключевые игроки, то есть Россия и Турция, войны не хотят. У Путина и Эрдогана очень хорошее отношение. Более того, не все знают, но очень тесные экономические связи у России и Турции. Это не только русские туристы в Турции. Это газ, это оружие, это поставки пшеницы. Более того, турецкие товары, не только овощи, не знаю, там, микроволновка какая-нибудь, все это есть в российских магазинах. Поэтому связи очень тесные, и несмотря на то, что штаты давили на Эрдогана, никаких санкций против России Турция не ввела. Есть другой риск. Это проблема Ирана. У Ирана два официальных врага. Это Саудиты, это Израиль. Но их не скрывается. Вот эта история с танкерами недавняя. Провокация, не провокация, что там было, мы не знаем. Там действительно конфликт может быть, хотя где-то он будет нам на руку. Понятно, что в этом случае нефть сильно скопнет. Но я все-таки считаю, что военно-политические риски, они касаются Ирана и Израиля, Ирана и Саудитов и так далее. Что касается Закавказья, после того, как Карабах вернулся домой, я по-русски скажу, я не вижу никаких рисков. Я понял, спасибо. Александр Ильич, у меня еще будет такой вопрос. Он относительно последних, скажем так, некоторых провокационных событий, которые внесли некоторый разлад, по мнению некоторых экспертов, в отношениях между российским и азербайджанским народами. В частности, это про ситуацию, возникшую после выступления Владимира Вольфовича Жирновского, когда он прокомментировал ситуацию в Азербайджане. В ответ на это экс-посол Азербайджанова Гавзаде тоже, скажем так, допустил со своей стороны не самая корректная речь в отношении Жирновского, в отношении русского народа и России в целом. Вот как вы можете это прокомментировать и видите ли вы в этом какой-то сигнал или месседж? Господину Жирновскому давно пора на пенсию. Но, видимо, Бакшиш, то есть деньги как лидера фракции, ему покой не дают. В России скоро, через месяц, выборы в Думу. Естественно, у него есть свой электорат, вот такой радикально-националистический. Он должен его как-то опознать, показать, что он их представляет и так далее. А что касается заявления с вашей стороны, ну, во-первых, МИД Азербайджана сделал соответствующее заявление сразу, что это не позиция азербайджанского государства. Если почитать уважаемых российских блогеров, журналистов, я очень рекомендую Владу Шурыгина, в основном он на военные темы пишет. Он сразу написал очень жестко на эту тему, что не стоит ссорить народы. Написал он почти матерно, я цитирую не буду, но каждый может зайти к Владу и почитать, что он написал. Надо прекрасно понимать, что есть единый русско-тюркский мир. В России есть тюркские республики. Катария, Башкирия, Якутия. Московская аристократия в значительной степени она тюркская. И Россия плюс Туран это потенциально очень сильный союз, который не в интересах прежде всего Запада. Поссорить нас хотят, ну и на Западе, и в Армении многие хотят поссорить. Наша задача не поддаваться на провокации. Я внимательно смотрю Facebook, моя основная страничка. Вчера было прекрасное заявление русской общины Азербайджана. Там на эту тему прекрасно сказано все, особенно в последнем абзаце. Я очень рекомендую опять-таки читать Анастасию Лавренову. Она не только звезда вашего телевидения, но и один из лидеров русской общины Азербайджана. Она очень хорошо отвечает на все эти вопросы. И я думаю, что если читать людей адекватных, то не будет никаких непониманий в этом вопросе. Я надеюсь, ничто не помешает дружбе и взаимной торговле между Москвой и Бакуой. И как инвестиционный аналитик я скажу, конечно, для Евразийского союза было бы хорошо, если бы не Армения, а Азербайджан. Просто потому, что экономика Азербайджана намного более сильная. Но мы смотрим шире. Может быть, когда-нибудь единый рынок, куда войдет не только Азербайджан, Узбекистан, Иран, но и, например, Турция. Это обсуждаемые вопросы, потому что надо прекрасно понимать, что суверенная экономика – это минимум 250, а лучше 300 миллионов потребителей. Население России вместе с тюрками – это 146 миллионов человек, а тюрок в мире – 180 миллионов. Вот исходя из этого и надо играть. Спасибо большое, Александр Юрьевич. С вами было очень приятно беседовать и еще раз благодарю за нашу приглашение. Действительно интересные моменты с точки зрения экономики – это очень важно, потому что зачастую, особенно обсуждая конфликты, все забывают про экономическую подоплеку и вообще экономическую часть этих дел и процессов. Но мы сегодня с вами смогли пролить некоторый свет. Я надеюсь, что нашим зрителям это тоже будет интересно. Уважаемые зрители, я благодарю вас за то, что вы говорили с нами. Пару слов еще встанут. Да, конечно, конечно. Азербайджан – нефтяная страна, соответственно, достаточно много людей, у которых есть свободные деньги. На глобальном финансовом рынке, на фондовом рынке, лидерами по дивидендной доходности сейчас акции двух стран – России и Турции. Я очень рекомендую покупать. И я хотел бы пожелать здоровья и денег, как говорят на московской бирже. Все остальное можно купить. Пару слов. Спасибо большое, Александр. Уважаемые зрители, как вы слышали нашего гостя, призываем вас прислушиваться к вам советам. Мы вас благодарим и напоминаем, что сегодняшним гостем заседания Кау-Бюро стал Александр Разуваев, комитет экономических наук в Русском Бразиве. Подписывайтесь на наш канал и будьте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok